Это Горьковское шоссе на выезде из города на дороге к Ильи, из-за которых машины на скорость выбрасывают и происходят вот такие аварии, которые приводят к многокилометровым пробкам. Участники ДТП отказались давать комментарии на камеру, но рассказали, Opel из-за к Ильи занесло и выбросил на соседнюю полосу. Здесь произошло столкновение с Ситроеном. Скорость была небольшая, поэтому травм водителя не получили, но потратили время, нервы и деньги. Восемь утра. Казалось бы, выезд должен быть свободный, въезд сейчас весь в пробках, и перед нами очередная авария, и такое здесь по несколько раз в день повторяется. Водители говорят, такие ситуации на Горьковском шоссе происходят постоянно. Утром на выезде, вечером на въезде в город. Аварии встречаются, да, особенно когда снегопад выпадет, ее не видно этой колеей, машина попадает, заносит. Последневные аварии, да, что в эту сторону, что в обратную сторону. Дорога ужасная она по причине того, что сейчас зимний период, просадка почвы идет, из-за этого колея и плюс невнимательность водителя, несоблюдение дистанции. Не успели сотрудники ГИБДД разобраться с первым случаем, как в двух километрах ближе к городу из-за все той же колеи иномарка вылетела с трассы и буквально повисла на сугробе. Для разъяснения ситуации на дороге мы обратились в администрацию Кировского и Московского районов Казани. Ремонт дороги планируется выполнить в рамках реконструкции Горьковского шоссе. Реконструкцию дороги начали уже в 2022 году. Заказчиком работ является глав ТАДДОРТРАНС. Отметим, что в прошлом году подрядной организацией выполнялся ямочный ремонт дороги. В том числе был проведен ремонт участков с колеянностью. В настоящее время на Горьковском шоссе установлены предупреждающие знаки об ограничении скорости до 40 км в час и неровной дороги. Просим автомобилистов соблюдать скоростной режим. По словам юристов, водители, которые попали в ДТП из-за неровного покрытия дороги, неубранного снега или наледи, могут возместить материальный ущерб. Для этого обязательно на место аварии необходимо вызвать ГИБДД и составить акт осмотра дорожного покрытия. В случае, если автомобиль застрахован по полюсу КАСКО, то выплату потерпевшему производится страховая компания. Если автомобиль застрахован только получается ответственность водителя по полюсу ОСАГО, тогда уже непосредственно приходится обращаться к лицу ответственного за содержание указанного участка автодороги. В Казани это исполком города. Водитель подает претензию, прилагая справку от ГИБДД, акт осмотра дорожного покрытия и оценки ущерба. Затем в судебном порядке получает компенсацию от подрядчика, ответственного за участок дороги, где произошло ДТП. Иван Сарафанов, Адельмин Дубаев, Лисан Саитова, ТНВ, Казань.